Нет таких понятий, как современный мир и древний мир. В любое время в обществе существует определенная группа людей, которые попали в ловушку своей логики. И они думают, что всё, что за её пределами — безумие. Каждое поколение считало, что кто-то современный, кто-то консервативный, кто-то либеральный. Ни одно поколение не избежало такого разделения. Так что я не говорю «современный» в этом смысле. Такое разделение есть в каждом обществе. Хорошо, позвольте их назвать так — «ханжи» и «не очень». Итак, будучи ханжами, эти люди сдержаны и ограничены в своих мыслях и действиях. Я хочу сказать, что как только вы начинаете задействовать свой интеллект, вы становитесь очень сдержаны и ограничены. Сейчас по всему миру очень глупые вещи в социальном отношении. Люди принимают за что-то очень глубокое, потому что у вас разум, страдающий запором, и перегруженный интеллект. Когда мы говорим «разум», «разумность», возьмём сейчас это маленькое растение, из которого появится благоухающий цветок. Вы не принимаете у внимания этот разум. В воздухе вокруг вас больше разума, чем в вашем мозге. Да, в воздухе вокруг вас больше памяти, чем в вашем мозге. В одной эпителиальной клетке вашего тела больше памяти, чем в вашем мозге. Это факт. Итак, вопрос, который я собирался задать… Я родился не для того, чтобы оказаться пойманным в ловушку своего интеллекта, потому что это сложный вопрос для меня. Это, как вы говорите, быть пойманным в ловушку своего интеллекта. И я согласен с вами, потому что большая часть наших вопросов к самим себе – это просто цирк, происходящий в уме. Ум спрашивает, ум отвечает, ум сомневается, ум спрашивает, ум отвечает. Я не был таким, когда родился. Но вы хотите сказать, что это является естественным способом существования? И если это не естественный способ быть, почему я стал таким? Потому что нет такого понятия, как человеческая природа. Быть человеком означает постоянное изменение. Для всех других существ на этой планете природа провела две линии. Они должны жить в их пределах. Для человека существует только нижняя линия, верхняя линия не обозначена. Так что не существует описания, каким должен быть человек. Такого определения нет. Каждый думает, что со всеми остальными что-то не так. Да? Потому что не существует определения, вот таким является хороший человек. Люди всегда пытаются достичь этого. Но когда вы навязываете определение, все, что вы получаете — это повсеместные протесты. Каждое поколение пытается придумать определение, каким должен быть хороший человек. Но затем следующее поколение говорит, «Это все чепуха, мы не хотим быть такими». И они хотят стать какими-то другими. Просто чтобы обойти эту ловушку. Но при этом создают новую ловушку. Новая ловушка похожа на освобождение, потому что это новое пространство. Но через некоторое время вы почувствуете боль, связанную с ним, и тогда захотите создать что-то другое. Я же говорю об использовании вашего разума без ограничений интеллекта. Человеческое существование — это феноменальный разум. Вот сейчас вы здесь. Но вы не можете поддерживать свое дыхание с помощью мыслей, не можете поддерживать сердцебиение силой мыслей, не можете заставить свои почки и печени работать с помощью мыслей. Не так ли? Они находятся далеко за пределами вашего мыслительного процесса. Не так ли? Так что я хочу сказать, что мыслительный процесс полезен только для определенных аспектов жизни. Суть в том, что вы пытаетесь использовать его за пределами его возможностей и заставляете его выглядеть глупо. В нем нет ничего глупого. Это замечательный процесс. Важность того, что вы человек, одно из важных преимуществ, связанных с тем, чтобы быть человеком, в том, что вы способны мыслить и думать осознанно. Сантиметровая лента отлично подойдет, чтобы измерить свой рост, но она не подойдет для измерения океана. Она неприменима. Вот и все. Нет ничего плохого в сантиметровой рулетке. Она очень полезна. Она полезна, если вы портной. Она необходима, если вы каменщик. Она применима для многих задач. Но если вы океанограф, не пользуйтесь рулеткой. Вы потратите свое время и жизнь впустую и придете к ложным выводам. Вы пытаетесь использовать свой интеллект за пределами его возможностей. Вот и все. Так что в итоге вы начнете делать выводы. Вместо того, чтобы воспринимать, вы будете делать выводы и думать, что это истина. Какие бы выводы вы ни делали, они не имеют ничего общего с реальностью. Вы делаете выводы на основании той ограниченной информации, которую собрали. Даже если вы впитали знания всех библиотек мира, по сравнению с тем, что есть в мироздании, с тем, что есть в творении, ваши знания — это лишь мизерная часть. Не пытайтесь делать выводы с таким знанием. Подобные выводы неизбежно будут ошибочными. Возможно, вы получили докторскую степень в университете, но таким образом вы не сможете постичь истину. Так вы не сможете познать природу мироздания. Так что наилучший способ — открыть окно и просто смотреть. Вы увидите, по крайней мере, одно измерение жизни таким, как оно есть, а не таким, как вы его представили в своих мыслях. Потому что то, как вы мыслите, в сущности, зависит от тех ограниченных данных, которые вы собрали в своем мозге, а вернее, в системе памяти. Продолжение следует...